Всем привет! Это канал Хвостатый Питомец, канал о товарах для животных и о самих животных. И сегодня у нас речь пойдет о натуралке, а точнее о натуральном корме промышленного производства. Так как наш канал специализируется как раз таки на обзорах кормов, которые изготовлены на заводах, а не в домашних условиях. В данном случае у нас сегодня речь пойдет о кормах бренда SuperPet. Максимально подробно разберем их состав, продегустируем и конечно же в конце видео подведем итог. Подходят ли данные корма нашим с вами питомцам. Так что усаживаемся поудобнее, машем хвостиками и погнали! Корм я знаю уже достаточно давно и мои питомцы, в том числе и собаки, и кот уже его оценили. И если бы могли говорить человеческим языком, то не удивлюсь, что почаще бы меня отправляли в Москву, чтобы я его привозил. Да, есть такой нюанс, что он продается только в Москве и Московской области. К сожалению, ну надеюсь, когда-нибудь он будет и в других регионах. Так вот многие подписчики моего инстаграма скорее всего помнят мой пост, который я сделал осенью прошлого года. То, что вот везу из Москвы этот корм, сделаю обзор. К сожалению, я тогда не уследил за сохранностью данного корма. Он достаточно быстро закончился. Так что обзор тогда не получился. Но вот я в очередной раз ездил в Москву и, соответственно, привез моим песам и коту данную натуралку. И мы сейчас с вами рассмотрим три вкуса как для собак и три вкуса для наших с вами котиков. Сразу скажу, что корма продается вот в таком замороженном виде. То есть это, наверное, ближе вот так вот, наверное, будет лучше видно. Это заморозка. Изначально все ингредиенты здесь полностью сырые. То есть мясо и субпродукты, овощи и фрукты здесь все сырое. То есть максимально сохраняют все полезные свойства своих ингредиентов. Как-то так. Итак, для собак у нас из курицы. 80% курицы, мясо, шея, печень, сердце, желудок. То есть мясо из субпродукта. Все это было сырое, без какой-либо термической обработки. То есть не варилось, никак не парилось. Все это сырое. И 19% занимают овощи и фрукты. Морковь с яблочком. То есть, ну, конечно же, это в первую очередь клетчатка, которая необходима для хорошего пищеварения. И 1% занимают витамины и минералы, в том числе масло льняное, источник омега-3, масло лосося. Также и растительные волокна, которые, опять же, нужны для хорошего пищеварения. И витаминный комплекс. Все. Больше ничего. Никаких консервантов, никаких усилителей вкуса. Ничего. То есть сырое мясо из субпродукта. Овощи, фрукты. Дальше у нас идет индейка. То же самое. 8% индейки, где у нас идет мясо, шея, печень, сердце, желудок. Также 19% овощей и фруктов, морковь с яблочком и 1% витаминов и минералов, в том числе масло льняное, масло лососевое и растительные волокна. И третий вкус у нас идет говядина. Также, друзья, 8% идет у нас мясо, печень, сердце, почки. Дальше все то же самое. Да, единственный нюанс, что производитель у нас здесь не указывает, сколько именно занимает объема мяса, сколько печень, то есть по субпродуктам. Ну, я считаю, что, скорее всего, больше коммерческая тайна. Потому что общался я на выставке Park Zoo 2019 с производителями данного корма. И знаю, что ребята достаточно долго подбирали идеальное сочетание данных ингредиентов. И, скорее всего, вот поэтому и не рассказывают свой секрет. Но, опять же, мясо с субпродуктами это хорошо. Кошки. Так как у нас кошки являются облигатными хищниками, то их основной рацион питания должен стоять из мяса и субпродуктов. В данном случае тоже производители это учли. И здесь у нас не 80% мяса с субпродуктов, как у нас у собак, а 93,5%. В данном случае курица. И, опять же, производитель расшифровывает, что это у нас идет голень, красное мясо, грудка, белое мясо, желудок, сердце, печень. Все субпродукты эти хорошие, важные. Содержат как и вкусовые нюансы, так, соответственно, и по своим витаминам, минеральным качествам тоже отличаются и, конечно же, важны. Дальше 5% водичка, 1,5% овощи. Опять же, овощи для, конечно же, хорошего пищеварения. Желток куриный, который также достаточно полезный ингредиент. Потому что, помимо всего прочего, он содержит, конечно же, витамины. Также содержит и фолиевую кислоту, которая необходима нашим с вами котикам. Помимо всего прочего, здесь содержится и масло лосося, разумеется, жирные кислоты омега-3, которые благотворно влияют на кожу и шерсть питомца. И, разумеется, на организм в целом. Как на нервную систему, так и на кровеносную систему. И витаминный комплекс, включая таурин. Да, друзья, не забывайте, что наши кошки важную аминокислоту таурин получают исключительно из пищи. То есть, если вы даже сами готовите натуралку, либо покупаете консервы, то смотрите, что в них находился таурин. К сожалению, не все производители его добавляют. В данном случае, здесь ребята молодцы, его добавили. Чистим хвала. Говядина. 93,5% говядины. Мясо, сердце, печень. И в том числе здесь куриные шеи. Тоже занимает какой-то объем, кстати, не указано какой. 5% очищенная вода, 1,5% овощи. К сожалению, производитель, как и в предыдущем варианте, не указывает, что за овощи. Но, скорее всего, также идет, наверное, морковка. Желток куриный. И все, соответственно, дальше то же самое. И, конечно же, каурин тоже содержит. И из индейки у нас 93,5% индейки. Голень, грудка, желудок, сердце, печень, шея. И дальше все то же самое. То есть, опять же, ничего лишнего. Процентный состав разработан тем, учетом, что у нас кошки, опять же, напоминаю, облигатные хищники. И им основной рацион должен стоять из мяса и суп-родуктов. В данном случае отлично. Там бы замечаний нет. Поэтому сейчас мы это дело все вскроем, продегустируем. Но, сразу же вас о печалю. Не я буду дегустировать. В данном случае я пригласил своего помощника, супер-дегустатора. Кто-то его уже знает, кто-то помнит. Моего пса Даймонда. И он, соответственно, нам поможет выбрать, какая же, допустим, из этих трех упаковочек ему больше всего понравится. Ну, хотя, на самом деле, я заранее знаю, что вам понравится. Но вкусы тоже меняются. Ну, так как вот это у нас все замороженное, то я заблаговременно разморозил три упаковки. И, соответственно, сейчас их сюда принесу. Заодно посмотрим, как они выглядят в размороженном виде. Потому что вот заморозки, это вот такой вот брикетик. Достаточно, кажется, плотной формы. Как всегда, друзья, напоминаю, что не стоит пробовать, кроме для домашних животных. Это, во-первых, не всегда безопасно. А, во-вторых, для этого есть я. Но в данном случае буду не я. Но хотя, кто его знает, посмотрим. Так, индейка. Скрывается легко, хотя на всякий случай принес и ножницы. Вот это красота. Смотрите, какой аккуратный фарш. Есть, как более крупные кусочки. Поменьше. Вот видно печеночка, видно кусочки печенки. Смотрите, все ингредиенты очень хорошо видны. Морковка видна. Смотрите, как все красиво. И крупнорубленные кусочки есть. И более мелкие. Аромат сырое мясо. То есть, даже вот... Очень все хорошо так видно. Так, давайте посмотрим курочку. Так, вот курочку надо все-таки при помощи ножниц. Немножко другая упаковка. Консистенция такая же. Достаточно аккуратный такой, грубо рубленый фарш. Как и крупные кусочки. Вот вообще вот... Не знаю, что это за часть. Ну, какой-то субпродукт. Достаточно крупный. Тоже морковка вся видна. Ну, вот тут... Если честно, смотрится очень круто. Очень круто смотрится. И у нас говядина. Хоть прямо иди и делай котлетки из этого. Запах идет здесь. Именно что сырого мяса. Это специфический мясной аромат. Все тоже говядина. Все хорошо видно. Есть и кусочки суппродуктов. Достаточно крупные. И, соответственно, более мелко рубленые. Вот тут у меня супердегустатор рядышком лежит. Уже так сопит немножко. Почувствовал аромат. И сейчас, наверное, его, соответственно, пригласим. Дай мне, иди сюда. Не могли бы вы продегустировать, пожалуйста, вот что-нибудь? Вот смотрите, что вам больше нравится. Говядина, курочка, либо индейка. Ну, давайте, да, забирайтесь. Куда вам удобней. Вот, пожалуйста, продегустируйте. Что вам? Так, это что у нас? Это курочка. Ну, вот как-то вот. Так, как нам курочка? Ну, хорошо. А, извините, это индейка. Извините, индейка, да. Так, а вот теперь курочка пошла. Как нам курочка? Хорошо, курочка? Вот дальше будете пробовать. Вот, смотрите, еще говядинка. А, там еще говядинка есть. Вот, немножко подвинул вам тут неудобно, да. Ага, вот, говядинку мы как-то так более, да, так активно кушаем. Прямо большими аж кусками заглатывая. Ну, любим мы эти. Ну, в принципе, дегустатор, наверное... А, нет, все-таки вот вы это, да, не распробовали? Ага, вот тут говядинка, да, вот тут стол, да, грязный. Индеечку будете, да? А, будем индейку, да, заедать. То есть, в принципе, предможеская даже и посуду практически мыть не надо. Да. Ну, что, как ваш вердикт? Ну, вот, наверное, его особо так не видно, но, как, Мося, довольна? Ну, мне кажется, дегустатор вот оценил. Я думаю, что тут особо лишний раз, как говорится, доказывать нечего. А, вот, надо проверить. Все, я могу продолжить. Ну, в принципе, все понятно. Супер дегустатор оценил. Сейчас я здесь немножечко приберу и подведем с вами итог по данному корму. Ну, наверное, из моего обзора и так было все уже понятно. По составу замечаний нету. Хорошая промышленная натуралка, сделанная по системе Барф. Все, ничего лишнего. Как говорится, все сделано с учетом непотреза потребностей наших с вами питомцев. Как собак, так и кошек. То есть, у кошек достаточно большое количество мясных составляющих. То есть, мяса и субпродуктов. Также, помимо всего прочего, они не подвергаются термической обработке. То есть, максимальное количество полезных веществ мяса и овощей. И, соответственно, масел тут сохранился. Опять же, хорошо. По консистенции постарался вам максимально подробно показать. Ну, если незаметно, то доверьтесь, как говорится, моему слову. Есть и маленькие кусочки, есть и крупные кусочки. Все ингредиенты видны. Все понятно, что кушают наши песы и, соответственно, коты. По вкусу дегустатор вам показал. Все хорошо кушается. И, ну, мне так показалось, что говядина ему все-таки больше понравилась. Как-то более жадно он так кушал. Ну, наверное, все-таки один минус я вам озвучу. То, что они, конечно же, продаются только в Москве и Московской области. К сожалению, пока только так. Ну, надеюсь, компания будет развиваться. Будет открывать свои филиалы и в других городах России. И поскорее бы они приходили к нам в Питер. Вот. Вот, в принципе, и все, друзья. Ну, опять же, напоминаю. Я бы сказал исключительно свое мнение. Которое может отличаться от вашего мнения и от мнения наших с вами питомцев. Кормить или не кормить данным кормом наши с вами собак и кошек, конечно же, решаете только вы, а не я. Ну, а всем хорошего настроения. Если вам понравилось данное видео, то не забываем ставить лайк, подписываться на канал и держите хвост пистолетом. Пока.